Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как обещания Вся жизнь каждого человека, она сопровождается определенными обещаниями, прежде всего самому себе Многие люди 1 января следующего года обещают сами себе бросить курить, пить, играть в азартные игры, может быть Заняться спортом, фитнесом, своим здоровьем, больше уделять внимание своим детям или своим родителям или друзьям Они обещают себе начать изучать иностранный язык, историю какого-то народа может быть и что-то доброе делать для себя Эти обещания очень часто оказываются невыполненными Люди обещают своим родителям, родители обещают своим детям, люди обещают своим друзьям, коллегам по работе Люди стараются обещать и выполнять, но не всегда это получается И поэтому лучше не давать обещания, чем его не сдержать Лучше не давать этого обещания Почему? Потому что в духовном мире человек обрекает себя на невыполненные обещания И это духовные двери поражения человека И простой пример Вы пообещали сами себе поголодать один день в неделю и не смогли его сделать И таким образом у вас наступает разочарование в себе В том, что вы не проявили силу воли и не сдержали своего обещания Поэтому обещание, которое дается, оно очень часто сопровождается определенными как духовными, так и материальными затратами И не всегда люди рассчитывают эти затраты И затраты оказываются настолько тяжелыми, что потом люди стараются не выполнить этого обещания Или нарушить его, частично выполнив Многие люди дают обещания Богу, а затем не держат своих слов И Библия нас предупреждает об этом также Бог говорит нам, не обещай Но если пообещай, выполни его, свое обещание И поэтому, когда вы нанимаете работников Которые должны выполнять определенную дневную работу Скажем, по строительству Вы должны поставить такие условия, чтобы они были выполнимыми И с вашей стороны, если вы обещаете платить людям определенную цену То вы должны это выдерживать Иначе вы становитесь под проклятие по отношению к тем людям Которым обещания вы не сдержали И если Библия учит нас о том, что необоснованное проклятие не сбудется То как же тогда будет с обоснованным проклятием? Рассуждая на тему обещаний, надо быть очень осторожными И лучше всего не провозглашать, что я сделаю это А сказать примерно следующее Я постараюсь приложить усилия, чтобы это сделать И тогда у вас остается шанс на то, что если появятся определенные Независящие от вас обстоятельства Вам смягчат ваше обещание и простят его Просуждайте на тему обещания вашей жизни А я желаю вам Божьей милости и благодати До свидания